Здравствуйте, дорогие зрители и подписчики канала JavaScript Camp. Меня зовут Иван, и это мой второй практический видеоролик по изучению языка программирования Scratch. В этом ролике мы с вами сделаем игру «Крестики-нолики». Для начала посмотрим, как это работает. Для начала давайте создадим 9 полей, или же спрайтов, которые в дальнейшем при нажатии будут заменяться либо на крестик, либо на нолик. Для этого наводим мышку на значок котика и выбираем «Нарисовать спрайт». Чтобы нам было удобнее рисовать квадрат, мы выбираем «Квадрат». Далее ставим белый контур, чтобы нашего квадрата не было видно. И с зажимом клавишей «Shift» начинаем рисовать ровный квадрат. Потом выбираем его, зажимаем и перетаскиваем на центр. Теперь заходим в библиотеку фонов и выбираем фон, на котором наш квадрат будет очень хорошо видно. Я выберу «Голубое небо». Теперь осталось настроить размер. Настраивайте размер так, чтобы в вашу сцену могло поместиться 9 таких квадратов. Теперь продублируйте наш основной костюм. В одном нарисуйте крестик, в другом – нолик. С костюмом мы закончили, теперь начинаем программировать. Для начала создаем новую переменную – «Игрок». Для начала переходим во вкладку «События» и берем блок, когда спрайт нажат. Следующим шагом переходим во вкладку «Управление» и берем блок «Если то». Теперь переходим во вкладку «Операторы» и берем блок «Равно 50». 50 изменяем на 1. Далее переходим во вкладку «Внешний вид» и берем блок «Костюм номер». Вставляем этот блок. Наш зеленый блок равно 50. И теперь внимание. Обязательно запомните или запишите, под каким номером находится у вас крестик и нолик. В дальнейшем нам это очень пригодится. Перейдите во вкладку «Управление» и возьмите блок «Если то, иначе». Следующим шагом перейдите во вкладку «Оператор» и возьмите блок «Равно 50». 50 измените на английскую «Х». В левую ячейку поставьте переменную «Игрок». Теперь переходим во вкладку «Внешний вид» и берем блок «Изменить костюм на». Следующим шагом переходим во вкладку «Переменные» и берем блок «Задать значение». В оранжевом блоке под значением ставим большую букву «О». А в выпадающем в списке фиолетового блока ставим тот костюм, под которым у вас стоит крестик. Допустим, у меня это костюм номер 2. Далее дублируем наши два последних скрипта. И в значении оранжевого блока ставим «Х». Если в первом фиолетовом блоке у вас стоит костюм номер 2, то во втором мы ставим 3. Если в первом фиолетовом блоке у вас стоит костюм номер 3, то во втором мы ставим 2. Теперь переходим во вкладку «События» и берем блок «Когда флажок нажат». Следующим шагом переходим во вкладку «Внешний вид» и берем блок «Изменить костюм на». На этот раз в выпадающем списке выбираем костюм белого квадратика, то есть один. Теперь проверяем работу скрипта. При нажатии наш спрайт должен стать белым квадратиком, то есть изменить свой костюм на один. Теперь мы дублируем наш спрайт еще восемь раз. Далее расставляем все наши спрайты по порядку. Делайте все как в видео. Теперь проверите, правильно ли вы все поставили. Первый спрайт у вас должен быть в левом верхнем углу, второй вверху посередине, третий в правом верхнем углу и так далее. Теперь вы можете поставить их ровно. Я, пожалуй, так сделаю. С расположением мы закончили, теперь приступим к созданию комбинаций. То есть если крестики встанут в ряд, то они выиграют, или нолики встанут в ряд, они тоже выиграют. Ну и, конечно же, ничья. Для этого мы нажимаем на нашу сцену и создаем для нее простой скрипт. Из вкладки событий мы берем блок «Когда флажок нажат». Далее переходим во вкладку «Переменные» и берем блок «Задать значение». В значение ставим «Х». Теперь переходим на наш первый спрайт и из вкладки «Управление» берем блок «Передать сообщение». Далее создаем новое сообщение, которое называем «Конец». И это сообщение дублируем во все наши спрайты. И далее вставляем его в конец нашего скрипта. Теперь переходим во вкладку «События». Берем блок «Когда я получу конец». Теперь переходим во вкладку «Управление». Берем блок «Если то». Теперь переходим во вкладку «Операторы». Берем два блока «И». Один блок вставляем в другой. Теперь берем три блока равно 50. Далее переходим во вкладку «Сенсоры» и берем блок «Фон от сцены». Далее очень важный шаг. В значении вы проставляете номер костюма, который у вас под костюмом крестика. То есть если крестик у вас под вторым костюмом, тогда вы ставите двойку. И если у вас крестик под третьим костюмом, тогда вы везде проставляете тройку. У меня крестик под номером два, поэтому везде я проставляю двойку. Далее мы вставляем в наш скрипт блок «Передать». И создаем новое сообщение «Крестики победили». Теперь мы наводим мышку на значок котика и выбираем «Нарисовать спрайт». Далее делаем фон и пишем «Крестики победили». Далее для нашего нового спрайта записываем два скрипта. Из вкладки «События» берем два блока «Когда я получу конец» и «Когда флажок нажат». В выпадающем списке выбираем «Крестики победили». Далее переходим во вкладку «Внешний вид». И берем блок «Показаться» и «Спрятаться». Вставляем их в наши скрипты. И также берем блок «Перейти на передний слой». Теперь мы начинаем допрограммировать нашу сцену. Мы нажимаем на нее и начинаем создавать первую комбинацию. Выберите «Спрайт 2» из выпадающего списка и выберите «Спрайт 3» тоже из выпадающего списка. Теперь нажимаем на флажок, вводим комбинацию и, как видите, ничего не получилось. Давайте закончим. Но ничего не получилось. Все происходит из-за того, что в нашем коде иногда костюм сменяется на положение. Вот, костюм сменился на положение. Нам его сейчас надо изменить. То есть, когда мы его изменяем, у нас все встает на свои места. У вас эта проблема будет достаточно часто появляться. Но, к сожалению, эту проблему никак не исправить. Вам придется постоянно проверять ваш код. Далее проверяем наш код и, как мы можем наблюдать, у нас все получилось. Можем приступать к созданию следующих комбинаций для нашей игры. В общем, дублируем наш код еще три раза, а потом дублируем этот большой код еще один раз. В итоге у нас получается восемь комбинаций. Одна из них готова. Семь остается. В первом спрайте поставьте спрайт четыре. Во втором спрайт пять. В третьем спрайт шесть. И опять же проверьте код. Сразу же мы можем увидеть, что у нас опять поменялся костюм на положение. Так нельзя. Изменяем заново и проверяем работу нашего кода. Далее в первом спрайте ставим спрайт семь. Во втором спрайт восемь. В третьем спрайт девять. И опять же проверяем работу нашего кода. Заново изменяем положение в коде. Далее делаем по вертикали. В новом блоке мы ставим первым спрайт один. Во втором спрайт четыре. И в третьем спрайт семь. Опять же нажмите на флажок и измените положение на верное. В первом спрайт два. Во втором спрайт пять. В третьем спрайт восемь. Опять же нажимаем на флажок и убираем все положения. В следующем блоке ставим в первом спрайт номер три. Во втором спрайт номер шесть. В третьем спрайт номер девять. Также нажимаем на флажок и убираем все положения. Теперь проработаем сразу два блока. В первом должен быть спрайт номер один. Во втором спрайт номер пять. В третьем спрайт номер девять. А во втором блоке в первом спрайт номер три. Во втором спрайт номер пять. И в третьем спрайт номер семь. Проверяем код. Также убираем все положения. Теперь нам нужно создать еще один фон, но только для ноликов. Что будет, если нолики выиграют? Для этого мы нажимаем на вкладку фоны. Выбираем наш спрайт с фонами. Нажимаем на слово крестики. Стираем его и пишем вместо него слово нолики. Теперь делаем то же самое, только для ноликов. Копируем наш большой скрип для крестиков. И все двойки в нем заменяем на тройки. Потому что теперь у нас будет проверяться костюм нолика. Теперь создаем новое сообщение, которое будет передавать наш скрипт. И вставляем его во все ячейки. Но перед тем, как проверить, работает ли наш скрипт на нолике, мы переходим в наш спрайт номер десять. Копируем наш скрипт. Вставляем сообщение нолики победили. И вставляем туда еще блок сменить костюм на костюм два. Предварительно изменив в прошлом скрипте костюм один. Теперь можно начинать проверять скрипты на нолики. Мы почти все закончили. У нас есть кот на крестики, кот на нолики, но нету самого главного. Это кот на ничью. Для начала добавим новый костюм, который будет появляться, если произойдет ничья. Копируем наш костюм ноликов. Стираем нолики и пишем ничья. Равняем по центру, чтобы все было красиво и готово. Далее переходим на спрайт номер десять. Снова дублируем наш скрипт. Создаем новое сообщение ничья. И меняем костюм на третий. У нас все готово. После этого мы создаем новую переменную количество ходов. Далее мы переходим в операторы и берем блок равно пятидесяти. Вставляем его в наш оранжевый блок если то. Потом мы вставляем нашу новую переменную количество ходов. В этот блок равно пятидесяти. Справа пишем девять. И потом переходим во вкладку события. Берем блок передать конец. И в выпадающем списке выбираем ничья. Далее, чтобы наш скрипт работал, нам нужно перейти во вкладку переменные. Изменить игрок на один. В выпадающем списке выберите количество ходов. И вставить этот блок в каждый наш спрайт с крестиком или же ноликом. Пятьдесяти. 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 Ходб Sty digit Когда мы проделали это, давайте проверим изменяется ли у нас количество ходов. Нажимаем несколько крестиков, и, как вы можете заметить, количество ходов стало равно 3. Далее переходим на сцену и добавляем в наш код блок «Задать значение». В выпадающем списке выбираем количество ходов. Проверяем работу кода. Мы почти завершили наш скрипт. Нам осталось добавить всего один блок. Переходим во вкладку «Управление» и берем блок «Стоп.Все». В выпадающем списке выбираем этот скрипт и вставляем его во все наши скрипты фона. Теперь объясню, для чего нужен этот блок «Стоп. Этот скрипт». В крестиках нольках бывает ситуация, когда противник выигрывает на девятом ходе. Наш скрипт без этого блока показал бы ничью. Крипт готов. Вы можете полноценно проверить его работу. В этом видео мы создали игру «Крестики-нолики», первый раз сделали код для нашей сцены. Еще мы обучаем в нашем кэмпе сборки кубика Рубика, English по Emoji, JavaScript, основа программирования, React Native, разработки мобильных приложений, TypeScript, типизация JavaScript, AWS Amplify, технология серверлесс. Приходи учиться программировать.